Привет, друзья! Предлагаю сегодня разобрать полезную грамматическую конструкцию на примере диалога из сериала «Теория Большого Взрыва». Небольшая ремарка. Главный герой Шелдон – высокоинтеллектуальный персонаж со странностями. Один из его глюков – прежде чем комфортно усесться, он должен выбрать удобное для себя место, соответствующее определенным критериям. Он не может сесть на первый попавшийся стул или кресло. И вот он приходит в гости к своей соседке Пенни. Пенни предлагает Шелдону сесть. На что Шелдон отвечает «О, I wish it were that simple». Видим, что во второй части предложения используется прошедшее время. И после местоимения «it» идет глагол «were», а не «was», как по идее должно быть. Шелдон использует конструкцию «I wish». При помощи «I wish» мы выражаем сожаление, что что-то не так, как нам бы хотелось. После нее мы, во-первых, употребляем глагол «в прошедшем времени», несмотря на то, что речь идет о настоящем. Поэтому во второй части «past simple». Во-вторых, вместо «was» в таких предложениях может использоваться «were». Поэтому «I wish it were that simple». Хотя можно сказать и так «I wish it was that simple». Переводим. Я желаю, я хотел бы, чтобы это было так просто. Или «жаль, что это не так просто». Как показывает практика, с переводом через «жаль что» часто возникают трудности, потому что вторая часть предложения переводится противоположно английскому варианту. Когда в английском предложении «отрицание нет», в переводе на русский язык появляется отрицание. «It were that simple». Это не так просто. И наоборот, если в английском предложении «отрицание», в русском варианте его нет. Перефразируем наше предложение. «I wish it weren't that hard». Есть отрицание. «Жаль, что это так сложно». Нет отрицания. Поэтому кому-то проще воспринимать эту конструкцию как «я хотел бы, чтобы». Смотрим сцену еще раз. «Хочешь сесть?» «Жаль, что это не так просто». «Я хотел бы, чтобы это было так просто». «Видишь ли, я не провожу здесь много времени, так что я еще не выбрал место, где сидеть». Потренируемся составлять предложение с конструкцией «I wish». «I wish I knew him». «Жаль, что я его не знаю». «I wish I knew him». Понимаем, что речь идет о настоящем времени. Не «я не знал его в прошлом», а «я не знаю его сейчас». «I wish you were here». «Жаль, что ты не здесь». «I wish you were here». «I wish I didn't have to leave tomorrow». «Жаль, что мне завтра нужно уезжать». «I wish I didn't have to leave tomorrow». Конструкция «I wish» употребляется, и когда мы говорим о настоящем моменте, тогда после нее используем «past continuous». «I wish it was raining». «Жаль, что не идет дождь». Имеется в виду прямо сейчас. «I wish it was raining». «I wish you were coming with me». «Жаль, что ты не идешь со мной». «I wish you were coming with me». А если мы сожалеем о чем-то, что произошло в прошлом, после «I wish» употребляется «past perfect». «I wish I had known that earlier». «Жаль, что я не знал этого раньше». «I wish I had known that earlier». «I wish you hadn't left so early». «Жаль, что ты ушел так рано». «I wish you hadn't left so early». Если это видео оказалось для вас полезным, и вы хотели бы увидеть продолжение этой рубрики, оставьте, пожалуйста, свой комментарий. Полезные ссылки смотрите внизу. Спасибо за то, что смотрите. С вами был Кирилл. Скоро увидимся.